МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это клирик архиерейского воскресенского подворья города Череповца иерей Сергий Щербаков. Отец Сергий, здравствуйте! Рада вас видеть! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что ж, давайте поговорим о Великом Посте. Давайте начнем, наверное, с такой созов, с теории. В чем смысл вообще этого периода в жизни православных, вообще в жизни христиан? У каждого человека должна быть целью жизни. И вот цель нашей жизни определил тот, кто нам эту жизнь дал. А эту жизнь нам дал Господь. Да, Он избрал моих родителей, ваших родителей, чтобы вы появились, пришли в этот мир. Но человек не является творцом жизни. Мы сами творение. И поэтому Господь, да, дающий нам жизнь, да, ждет и от нас отзыва. И вот часто вот в своей земной жизни мы в суете вот этой мирской, бывает так, что забываем о том, для чего мы здесь на землю даны, для чего мы пришли на эту землю, для чего вообще Богу нужен был человек. Вот тоже такой вопрос интересный, а зачем человек был? Ведь Господь — это полнота, Святая Троица — это совершенная любовь. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Так вот, чтобы любовь была в нашем сердце. И чтобы напомнить о любви к Богу и о любви к человеку, нам надо сделать остановку. Остановка как раз вот эта, да, для совершенства себя. Вспомнить о том, что мы не только люди телесные, а о теле мы заботимся. Да, у нас у всех есть антипреспиранты, у нас у всех есть кондиционеры, шампунь, мыло душистое, полотенце пушистое. Это все есть. Если засмердило тело, то человек ищет возможность, да, избавиться от этого, от этого, ну, противного ему. Очиститься. Очиститься, да. Так вот, время поста — это как раз и есть возможность очиститься от греха. Взглянуть на себя, вот, подойдя к зеркалу, не для того, чтобы только о своем теле, о своей красоте вспомнить, но вспомнить о красоте своей души, которая дана Богом. Дана она для того, чтобы мы научились любить. И вот пост, он называется весна духовная. Он начинается весной, вот эта вот радость. Вот надо бы, чтобы эту радость испытал каждый человек. Возможность, опять же, да, вот позаботиться о спасении своей души. Взглянуть на себя и по возможности потрудиться. Вот, может быть, не совсем корректный такой пример, но пост, он должен нас научить, и мы должны обладать не только знанием, а мы должны это употребить в своей жизни. Вот случаются, к сожалению, часто на наших дорогах какие-то катастрофы, аварии. И вот вроде спешат люди на дачу, там, куда-то весной, да, пытаются обогнать друг друга, ну, торопятся. И вдруг впереди какое-то столкновение какое-то. Все притормаживают, и ближайшие минут 20 едут не спеша, не спеша. Но потом как-то все это забывается. Так вот, пост, чтобы позаботиться как раз не о теле, а позаботиться о спасении своей души. У нас человек устроен Богом так, что мы в виде пирамидки должны быть. Вверху дух, в серединке душа, а внизу тело. Но часто в нашей жизни пирамидка переворачивается, и о теле мы заботимся. А вот когда засмердила душа, когда она уже рвется, тогда вот как достучаться до человека? Надо пирамидку переворачивать. Дух, душа и тело. А теле заботимся, пришло время подумать о спасении своей души. Мы вспоминаем об этом часто, когда, может быть, не так часто, да, слава Богу, когда приходит время расстаться с кем-то в земной жизни здесь. Но так как священник, он с этим сталкивается практически ежедневно, видит, как люди отходят от земной жизни, а дальше-то все. Дальше-то не конец, дальше начало новой жизни. Радость встречи с Богом. Да, хорошо. Но вот представление такое, что пост — это прежде всего отказ от неких, ну, не знаю, там, от пищи животного происхождения, от каких-то действий, там, от вредных привычек. Но как это связано, скажем, с очисткой души? Вот сразу, чтобы так, не человек для поста, а пост для человека. Если мы с вами желаем построить, ну, так, священник, да, и благословение Пресвященнише Владыки Флавиана, строим храм в деревне Городище, вот, да, для того, чтобы построить храм, нужны леса. Вот пока на уровне человеческой, ну, допустим, даже груди, тогда можно кирпичик положить, можно бревнышко, а дальше нет. Дальше необходимы леса. Если мы с вами попробуем построить без лесов, невозможно. Но и леса не нужны. Сами из себя никакого интереса не представляют, если нечего строить. То есть все вместе нужно. То есть это должно быть вместе. Так вот, как раз пост и отказ от пищи для того, чтобы я упразднил свое тело. О том, о чем забочусь, да, я упразднил. И больше места в моей жизни, в моих мыслях появилось именно о спасении своей души. Ну, смотрите, великий... Да, встать на другие рельсы, понимаете? Встать. Вот есть о том, о чем мы задумываемся с вами крайне редко. Ну, получается так, крайне редко. Какие-то испытания в нашей жизни происходят. Да, мы приходим в храм. Это замечательно, да, здорово. Да, полетели отдыхать. Опасно. Да, боимся на самолете лететь. Пошли, да. Путешествия пошли. Сдача экзаменов. Мы в храме. Но этого мало. Надо перейти вот эту грань, когда мы только ставим свечу, надо идти дальше, когда мы соединимся с тем, кто дал нам жизнь. И вот как раз вот эта вот возможность у нас и появляется в посту. Потрудиться, помолиться, молитвой исправлять души наши. То есть правильно ли я понимаю, что не только просить приходишь в храм, но и что-то отдавать ведь нужно тоже? Ну это прежде всего, да. И Господь-то, Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы Он послужил. И вот, да, вот, опять же повторяюсь, вот этот переход на рельсы, о том, о чем мы думаем крайне редко, чтобы оно стало основной нашей жизни. У преподобного Антония Оптинского есть замечательные слова, боюсь ошибиться, по-моему, Антония Оптинского. Есть замечательные слова, где он сравнивает нашу жизнь с колесом. В каком смысле? Чтобы одной точкой, так как колесо касается земли, он одной точкой, да, человек должен касаться. Ну, вот, да, все равно без земного-то нельзя, без мирского нет, а вот все остальное было обращено к Богу. И вот тогда мы с вами будем иметь действительно и те блага, которые дает Господь. Ну, вот человеку, обладающему, допустим, объемом легких 4 литра, да, нельзя ему, да, 10 литров кислорода подать, потому что не выдержат легкие. И вот насколько, насколько человек отдает себя Богу, настолько Господь благодатью и наполняет. Открой свое сердце, оно принадлежит Богу, впусти его, впусти Бога. И тогда не только ты будешь жить своей волей, слабой нашей человеческой воли, нас скачают то в одну сторону, то в другую. А свою волю ты подчинишь, соединишь свою волю с волей Божьей. И тогда мы будем совершенно, к чему и призывает нас Господь, дает завет, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот пост, он нас должен подтолкнуть. Вообще, есть такое изречение, мне кажется, что, ну, вполне такое хорошее, если бы, о посте, если бы пост заключался только в пище, то святыми были бы коровы. Простите, понимаете, о чем идет речь, да? Вот, речь идет не о еде, это диета. Речь идет о спасении своей души. Ну, вот смотрите, у меня все равно очень много вопросов, и не только моих, да, но и наших зрителей, которые, может быть, кто-то в этом году, да, решил поститься. То есть, понятно, что степень там поста, каждый, наверное, для себя выбирает, да, от чего он может отказаться, от чего он хочет отказаться в этот период. Но вот очень много вопросов о том, что все-таки вот, если у людей, допустим, приходятся какие-то праздники на этот период, да, вот, ну, семейные торжества, которые нельзя перенести, то есть вот как им быть, как поступать? Вот, честно говоря, вопрос тоже меня интересует. Мой день рождения, он приходится на пост. Как бы вот он не сдвигался, но вот он всегда во время поста идет. Все довольно-таки просто. Вот есть добродетели христианские. Мы с вами знаем вера, надежда, любовь. Но есть еще добродетели замечательные, рассудительность. То есть надо думать, понимать, для чего ты делаешь. Зачем я иду в церковь, зачем я пащусь, для чего я делаю то или другое. И когда я буду рассуждать, задавать себе эти вопросы, тогда я, конечно, буду отвечать на эти вопросы, да, искать на них ответ. И вот в вашем случае, да, отметьте, пригласите друзей. Вот я думаю, что какого-то вот излишества надо избежать, но порадоваться, пообщаться вместе с другими людьми, да. Такие-то кооперативы устраивать, такие вот с шумными застольями я не рекомендую. Но как вы ребеночку объясните, потому что вот у тебя сегодня день рождения, но давай мы потом, через два месяца, да, отметим твой день рождения. Ребенку нужно сейчас. Я думаю, что можно, да, вот приглашают вас в гости. Возьмите с собой фруктов. Вот, и чтобы не выглядеть, знаете, как иногда, что вот православные, они такие вот все угрюмые, даже слова есть в Священном Писании. Когда постишься, помажь голову свою, умой лицо твое. То есть вот пост — это радость. А не так, что вот, да, одеть на себя какие-то одежды такие, сделать угрюмое лицо, и чтобы люди видели, что, а, вот это постник идет. Как бы не так. Господь сказал в Священном Писании, мы слышим 365 раз слово «радуйся». Понимаете? Такая аналогия очень хорошая, да? Вот. То есть на каждый день Господь дает нам повод для радости. Вот, к сожалению, мы об этом забываем. А пост и позволяет нам увидеть жизнь совсем другой. Вот река Темза, Лондон, мост, который назывался «Золотой мост», потому что такое течение было молодежное, по-моему, «Декаденс» называется. То есть молодежь, слегка уставшая от жизни. Да, вот они приходили, и там вот уже все, все у них, все вроде бы есть, все замечательно, но смысла в жизни нет, и что-то расстроило. И человек прыгал с этого моста. Вот однажды такой человек хотел сделать, совершить такое, уже на парапете, а другой восстанавливает. Молодой человек, можно задать вам вопрос? Он собирается, а он задает ему вопрос. Можно? Ну, пожалуйста. Я уважаю ваше мнение, но я вас очень хочу опросить. Скажите мне, у вас деньги есть? Да, есть. Он говорит, ну вот чтобы эти деньги не достались рыбам, я вас хочу опросить. Вот вниз по течению кварталы бедняков. Вот я уважаю ваше мнение, еще раз повторяю. Вы сходите, пожалуйста, отдайте деньги, а потом вернитесь, и что задумали, делайте. Так вот ни один человек не вернулся. И этот молодой человек не вернулся, потому что он увидел совершенно другое. Вот нам надо человеку действительно такое вот время, чтобы мы на себя посмотрели. Вот это зеркало поставили. А кто я есть такой? А те блага, которые Господь мне дает, те таланты, которые мне дает Господь. То красоту духовную, которая есть у каждого человека, как я ее употребил. Для себя, для того, чтобы во мне возрастали какие-то вот плоды недостойные. Нет. Вот время поста оно и есть такое смело посмотреть на себя. И поэтому к посту мы готовимся. Мы готовимся. Три недели подготовительные к Великому посту. Неделя о Матарее Фарисея, где Матарь заходит и, не смея поднять глаза в храме, он начинает говорить и бить себя грудью, бить себя рукой в грудь. Образно говорю тогда о том, что, Боже, милости будем негрешному. И этой молитвой мы начинаем каждое утро. Вот так. А фарисей, он говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как эти люди. То есть вот в посту мы должны не на других смотреть, как и кто. А как вот этот постится, а как вот этот, а этот что съел? Ну-ка иди сюда, погажи ко мне, что у тебя там в тарелке. Нет, совсем не так. Вторая неделя о блудном сыне. Господь всех желает, чтобы все к нему вернулись. Получили таланты не за что-то, а по любви Божией. Множество благ мы получили и получаем, и будем получать по любви Божией к человеку. Но человеку неразумно расход, а Господь-то ждет, когда мы вернемся. Он каждого готов встретить, но ты лишь хотя бы повернись. И вот в этом повествовании о блудном сыне слова замечательные. Как только сын показался, отец пошел ему, побежал ему навстречу. То есть мы не знаем, сколько времени сын отсутствовал. Но судя по тому, что как сын только появился, значит, отец, что бы он ни делал, может быть, это было годами, мы не знаем, сколько времени он отсутствовал, но он все время смотрел в ту сторону. Что бы ни делал? А трудно ведь ожидать. И как только появился, он принимает его. И третья неделя подготовительная, неделя о страшном суде. Когда Господь придет, Он разделит праведников от грешников. Но это говорится не о страхе, а о том, что Господь учит нас миносердию, миностями. Достой милости тот, кто сам сотворил милость. То, что делаете ближнему, то делайте для меня, Господь говорит. И вот если мы все это суммирим, то вот с таким сердцем мы входим в пост, понимая, что за свои грехи отвечаю. Я не кто-то виноват, я был бы святым, если бы не мои близкие. Этот близкий человек, этого близкого человека посылает мне Господь, чтобы показать, каков я есть, чтобы есть такая восточная мудрость, где слова о человеке. Хочешь узнать, чем наполнен человек, толкни его, да, что из него польется. Вот Господь нас и учит тому, что вот что-то плилось, то, чем вы наполнены от Бога, а не от человека. Спасибо большое, отец Сергий. Вот у нас сегодня такой эфир получился. Я, наверное, больше отдыхала и слушала, и внимала. Спасибо большое, очень интересно. Еще раз напоминаю нашим зрителям, что сегодня в нашей студии был клирик архиерейского воскресенского подворья города Череповца Иерей Сергий Щербаков. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Рады были вас видеть. А с вами, уважаемые зрители, увидимся в следующий понедельник в программе «Точка зрения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова